МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, Александр. Санкт-Петербург имеет достаточно большую историю межмуниципальных связей, наверное, за все время существования. Это и не только Российская Федерация и так далее. Насколько с северной столицей сегодня важно сотрудничество с Симферополем и Крымом? Знаете, Санкт-Петербург, его называют северной столицей. Мы больше 130 соглашений имеем с различными муниципальными образованиями, регионами, то есть со всеми регионами Российской Федерации, за пределами. И у нас очень обширная сетка географическая по международным делам. Это приветствуется и в Министерстве иностранных дел. И мы развиваем все эти отношения. Они идут только на пользу общей копилки Российской Федерации. Когда, как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, Крым вернулся в родную гавань, безусловно, мы одни из первых откликнулись на поддержку, в поддержку и в организацию помощи. Было распределение. Вы знаете, каждый район закреплен был за регионами-донорами. Так нам повезло. И вот нам предложили курировать город Симферополь. Чему мы очень рады и активно взялись за эту работу с самого первого дня. Буквально на прошлой неделе в рамках нашего проекта «Лица столицы» мы беседовали с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. И среди вопросов мы также коснулись межмуниципального сотрудничества Симферополя, Крыма и Санкт-Петербурга. Давайте посмотрим наш материал. Конечно, эти контакты оказывают нам неоценимую помощь. В первую очередь мы, конечно, перенимаем лучшие практики в различных сферах нашей жизни. Ну, проще всегда, вы знаете, когда подскажут, расскажут. А еще лучше, если это можно увидеть своими глазами, приехать, посмотреть, как работает тот или иной проект на территории уже наших дружественных субъектов. Конечно, вот в этой части патронат Санкт-Петербурга над городом Симферополь это очень важный момент. Нам про «Лица Санкт-Петербурга» помогала и во время ЧАЭС, когда была ликвидация последствий террористического акта, совершенного на территории Украины, было поставлено большое количество дизель-генераторов. В рамках помощи как куратора нашей столицы, нашего города Санкт-Петербург поставил большое количество уборочной техники, инвентаря, оказывает материальную помощь нам. Но это, поверьте, вот такая братская помощь, которая воспринимается с такой добротой, уважением, с благодарностью. И развивать такие контакты необходимо. Я знаю, Геннадий Сергеевич был на прошлой неделе в городе Санкт-Петербурге на днях города. Это тоже знаковое событие. И спасибо, что приглашаю симферопольцев. Это действительно говорит о том, что наши отношения очень дружны. Они настроены на то, чтобы решить конкретные задачи, которые стоят как перед Санкт-Петербургом, так и перед Симферополем. Это все на пользу. Вот только что Сергей Валерьевич достаточно тепло отозвался о тех связях, которые существуют между и властями Симферополя, правительством Санкт-Петербурга и, в принципе, Советом министров Крыма. Уже традиционно в крымской столице в преддверии дня города Симферополя проводятся Дни Санкт-Петербурга в Крыму. Как появилась такая идея, вот такого проекта проведения Дней Санкт-Петербурга на полуострове? На самом деле, опять же, в рамках межрегиональных отношений эту форму мы избрали еще при управлении Валентины Ивановны Матвиенко. И она более раскрывает историю, культуру города в других регионах. Мы представляем и презентуем. Но в дальнейшем это происходит ежегодно, потому что всем нравится. Мы приводим с собой не только какую-нибудь экспозиционную выставку, а мы с собой приводим и артистов, и руководителей предприятия, мы с собой приводим исполнительную, законодательную власть. Идет общение с людьми. И вот в этом общении, я считаю, что вообще самое главное – это общение с людьми, передается вся подноготная региона. Вот так получилось и с Симферополем, с Крымом. Вы знаете, что у нас подписано соглашение. Сначала было подписано соглашение с Симферополем, а потом губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко подписал соглашение с Сергеем Валерьевичем Аксеновым. Аксеновым, значит, уже в рамках Санкт-Петербург-Крым. Игорь Борисович, о том, что это взаимодействие идет активно, правительство Санкт-Петербурга, администрации, властей города Симферополя. По каким направлениям сегодня наиболее активно идет работа? Что в самые приоритетные направления взаимодействия Санкт-Петербурга и Симферополя? В отличие от других регионов, мы постарались эту работу привести в плановый характер и составили трехгодичный план. И строго исполняя пункты этого плана предписания, мы ведем эту работу. Она касается всех сфер деятельности жизни города. Это и экономика, это и культура, и образование, и медицина, и жилищно-коммунальное хозяйство. То есть практически все сферы деятельности в городе. Безусловно, для нас приоритетным является это образование. В первую очередь это школы, детские сады. Дети — это наше будущее. Кто не будет вкладываться в будущее, он его, по сути, и иметь не будет. Поэтому мы готовы и всегда помогаем. Знаете, на эту нашу инициативу откликнулись все районы города, у нас их 18. И есть прямые контакты, они уже сложились между школами Санкт-Петербурга и школами Симферополя. Вот поподробнее, да, о взаимодействии с нашими учреждениями образования, со школами прежде всего. Ну, мало того, что практически все учителя прошли подготовку в Санкт-Петербурге, активно работают с нашим комитетом по образованию. Мы буквально в прошлом году, когда проходили первые дни Санкт-Петербурга в Крыму, приезжал губернатор Георгий Сергеевич Полтавченко. Мы были в школе, мы были во второй школе. И очень его вдохновила вот те работы, которые были представлены детьми. Георгий Сергеевич дал команду после визита подготовить пять премий и направить детей на двухнедельный отдых в Санкт-Петербург на экскурсии, то есть на полное обеспечение города. Вот мы подготовили, в этом году вручили. Детям они с удовольствием едут. С удовольствием едут на самый, наверное, помпезный праздник выпускников. Это Алые паруса, который проходит ежегодно. Кстати, в этом году это будет впервые уровень такого, будет впервые, может, даже во всем мире. Наши технологи совершенствуются. И каждый район относительно школ направил помощь. Это и учебники, это в самом начале было, и компьютерные классы, оргтехнику. Все, что необходимо было на первом этапе, это я говорю еще о 2014-м годе. В 2014-2015 году мы и так далее дальше развиваем. Поэтому сегодня теснейшие отношения, они уже переросли в личностные отношения. Преподаватели знают друг друга, приезжают, дети с удовольствием едут в Санкт-Петербург. И наши дети с удовольствием едут в Крым. В этом году приедет 10 450 организованных нами детей на отдых в Крым. Кроме того, еще будут дети, которые организуют их родителей без уведомления городских властей. Что сегодня делается в сфере охраны здоровья совместно? Насколько я знаю, после традиционного праздника Победы, 9 мая, ветераны выезжали в Санкт-Петербург на оздоровление. Вы попали просто в десятку по приоритетности. Второе направление для нас было медицина. И очень много врачей приезжало сюда. Очень много врачей приезжало из Симферополя в Санкт-Петербург на переплодготовку. У нас лучшие базы, у нас много вузов, у нас повышение квалификации. И были даже телемосты, когда консультировали врачей по принятию тех или иных действий с тяжелобольными, которых невозможно было доставить быстро в Москву или Санкт-Петербург. Относительно ветеранов мы приглашали. У нас есть клиника для ветеранов Великой Отечественной войны. Ну и ветеранов труда, не только Великой Отечественной войны. И за счет города Санкт-Петербурга мы всех приглашали, лечили на реабилитацию. И будем дальше продолжать эту тему. Игорь Борисович, уже более двух лет правительство Санкт-Петербурга активно взаимодействует с Крымом, Симферополем. Планируется ли, может быть, открытие в Симферополе каких-либо культурных центров? Все-таки Петербург для всей России это прежде всего культурная столица. Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Тем более, что буквально вчера открылся фестиваль международный «Великое русское слово». И я хочу сказать, что я благодарен всем организаторам этого фестиваля. с каким задором, с какой душевной теплотой они взялись за эту работу и ее проводят. Так вот, буквально вчера у меня родилась мысль о том, что как раз крымчане с Крыма, это все начинается, и русское слово родилось, пусть в Крыму, обрамление русское слово получило в Санкт-Петербурге. Услышали мы его, или доносится оно из Москвы, распространяется на всю Россию, а произносить его хотят во всем мире. Вот, конечно, Северная столица признана культурным центром, но это не секрет, что дарование русских появляется в каждом уголке. Нет такого региона, кто бы не мог похвастаться самородками. Поэтому мы хоть и говорим о том, что мы как культурная столица, безусловно, это так, но мы собираем у себя самородки и присвоить себе единство в этом мы не можем. Но культурный центр в Крыму стал бы таким толчком, может быть, центром взаимодействия? Я согласен с вами абсолютно. Кстати, у нас есть один проект очень интересный. Мы хотим здесь создать центр просвещения. На базе центра просвещения начать с того, что открыть здесь книжную лавку и не только писатели из Санкт-Петербурга, хотя у нас и такие есть, но и не только заниматься продажей книг, как проводить здесь мастер-класс, рассказывать о книге, то есть приглашать писателей. Буквально на прошлой неделе у нас закончился фестиваль книги в Санкт-Петербурге. Он уже стал международным, традиционным, и с каждым годом все больше и больше участников у него появляется. Поэтому думаю, что вторым центром или филиалом этого может стать и Симферополь. Спасибо. Если такое случится, я думаю, крымчане, симферопольцы будут очень рады. Есть такой запрос на это от Питера сегодня. Игорь Борисович, при участии Санкт-Петербурга в нынешнем году Симферополь посетила достаточно представительная делегация из греческого города Александрополос во главе с мэром этого города. Как вы оцениваете такие, теперь уже можно сказать, трехсторонние связи? Это не так давняя история, но с Александрополосом мы впервые столкнулись в 2014 году. И они хотели породниться. Мы провели ряд встреч, переговоров и подготовили соглашение между Выборгским районом города Санкт-Петербурга и муниципальным образованием Александрополес. Дальше, в связи с тем, что мы являемся кураторами Симферополя, у нас было предложение расширить эти контакты. И мэру города, Евангелесу Ламбакису, это стало интересно. И в итоге мы долгих встреч, переговоров привезли его сюда, и было подписано соглашение с Симферополем в феврале этого года, гораздо раньше, чем откликнулись итальянцы в Венеции, о чем мы уже знаем. То есть получил распространение. Причем я хочу сказать, что мэр, Евангелес Ламбакис, очень принципиальный человек, он юрист по профессии, он не боится никого. И когда его пытались предупредить о том, что он не совсем прав в своих действиях, вы же понимаете, отношение Евросоюза ко всем таким мероприятиям, особенно касательно любимых наших регионов, он не испугался, он говорит, а вы только начните со мной вести борьбу, и тогда узнаете, что будет. Ну, дай бог, что больше было таких лидеров, которые могут себе позволить определенную самостоятельность принятия решений. Немножко коснемся Симферополь, город, который имеет проблемы, в том числе и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Известно, что совсем недавно предприятие «Вода Крыма» начало свое взаимодействие с ГУПом «Водоканал», да, питерским? Да. Естественно, проблемы стоят, это водоочистные сооружения, это вообще очистка воды для питьевых нужд в городе. Что вообще планируется, каким образом это взаимодействие может себя реализовать? То есть модернизировать систему водоочистки в Симферополе это позволит или что? Ну, знаете, на самом деле это проблема несколько шире, чем в Симферополе, потому что ГУП «Вода Крыма», насколько я понимаю, это сфера деятельности региону, то есть он отвечает за весь Крым. Это не в подчинении Симферополя. А ГУП «Водоканал» в Санкт-Петербурге – это наше собственное унитарное предприятие, но считается на сегодняшний день лучшее в России. И мы вели переговоры с руководством региона, и Сергей Валерьевич согласился с ним, что ГУП «Водоканал» Санкт-Петербурга возьмется за разработку общей схемы водоснабжения всего региона. Потому что если это делать честнями, кто-то будет одну часть делать, кто-то другую, кто-то третью, то появится как у Райкина, к пуглицам претензий нет, а пиджачок одеть невозможно. И они уже сюда приезжали неоднократно с первого дня, они здесь начали работать, они входят в рабочую группу, которую я возглавляю по указанию губернатора Санкт-Петербурга. И уже мы вышли на проектирование вот этой общей схемы очистки воды и подготовки для всего региона. Безусловно, начнется эта работа, конечно, Симферополь. За минувшие два года тесного сотрудничества Симферополя и Петербурга, конечно, работа, понятно, что велась по разным направлениям. Часть из них мы сегодня осветили. Это была и гуманитарная помощь, и образование, культура, наука, все что угодно. Но на мой взгляд, особое место занимают в данных контактах. Это, прежде всего, духовность и, скажем так, православное просвещение, может быть. Потому что я неоднократно видел и лично присутствовал, что знаю, что все делегации Санкт-Петербурга, межмуниципальные, которые у нас в Симферополе появляются, они неизменно посещают наш Свято-Троицкий женский монастырь и храм, где покоятся мощи святого исповедника архиепископа Луки. Вот скажите, насколько важны такие контакты, именно духовные, и вот отношения питерцев к нашему святому Луке? Сегодня было продолжение, опять же, фестиваля «Великое русское слово». И в своем выступлении Владимир Андреевич Константинов сказал, что где заканчивается вера, там прекращается жизнь. Вот золотые слова. Именно в этом ключе мыслят и петербуржцы, и, я полагаю, все православные жители России. Вера должна быть. Вера есть. Пусть она еще сегодня не так развита, пусть она еще не до конца всем понятна. Но не Москва не сразу строилась. Надо потихоньку изучать. И вот для того, чтобы изучать, для того, чтобы понимать, вникать, наша вера – особая вера. Это не механическая. Ее надо принять душой и сознанием, то есть сердцем. Для этого нужна литература. У нас есть общество памяти Игумени Таисии. 25 тонн литературы подготовлено этим обществом и безвозмездно отдано в дар жителям Симферополя. Прежде всего, это в школу было направлено, в парковные учреждения. И на основе этой литературы и другой будет еще, конечно, можно понять все основы православия. И тогда уже принять его сердцем и душой. Так вот, святитель Лука, он смог не только через слово донести, пронести эту веру и доказать ее физически. Вы же знаете, что он был выдающимся хирургом, он разработал гнойную хирургию и так далее. Проводил операции без наркоза. Конечно, только с Божьей помощью. И я, конечно, не проповедник, но изучая труды, невозможно оставаться равнодушным. и понимаешь силу, мощь этой веры православной. Безусловно, святитель Лука для нас является толпом, на которого мы пытаемся равняться и просим его помощи. Кстати, референдум произошел 14-го, это 16-го, да. А 18-го объявили об этом. Это как раз день памяти святителя Луки. Видите, значит, Лука для Крыма по-прежнему остается первой фигурой духовной. Покровитель. Покровитель. Вот не зря его называют крымским. Думаю, на этой оптимистичной ноте мы завершим нашу сегодняшнюю программу. Спасибо, что пришли к нам в студию. Ну и, конечно, спасибо, наверное, я тут могу сказать даже от имени симферопольцев, за все то, что вы делаете для Симферополя, для Крыма, за вашу большую работу, которая на протяжении последних двух лет она не то что видна, то есть она очень весома, она огромна. И глава республики, как мы слышали, высказался, что эта работа просто неоценима сегодня для Крыма, как никогда. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня в рамках программы «Лица столицы» был вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Девинский. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Встретимся через неделю в это же время. Будьте здоровы.